Всем привет, это Мнев, и спустя ровно год я встретился второй раз с беспроводным Гладиусом. До этого я ее юзал на Computex, мне она показалась интересной, и я хочу сказать, что рецепт хорошего грызуна, это хороший сенсор PixArt 3389 на 16000 DPI, амроны, которые можно еще поменять, и дополнительные в комплекте, как тут, на 50 миллионов нажатий и на 10 миллионов нажатий дополнительные, хорошие дополнительные компоненты типа боковых кнопок на каилах красных, которые приятно нажимаются, имеют хороший клик, и главное это что? Это форма и поддержка в плане ПО. И вот как раз таки Гладиус является именно той формой, которая является универсальной, интересной, и мышка, сразу скажу, не для маленьких ладошек. Так что, в общем, все основные характеристики я уж в принципе сказал, но это мы повторим, усаживаемся поудобнее и посмотрим, что же тут такого интересного, и чем меня заинтересовал вот этот вот беспроводной Гладиус 2. В общем, поехали. Хочется начать с основного, это форма. И у Гладиуса она сочетает в себе и красоту, и универсальность, и плюс еще эргономически, она прям максимально кайфовая. Боковины у нее в стиле рок, в стиле майя, так же как сделано на клэйморе, а вроде Asus от этого рисунка отказались, но они хорошо прорезинены, вот два пальца их держат без проблем, и единственная проблема этого рисунка, то что он забивается грязью, если вы не моете руки перед тем, как подошли к компьютеру. Но это в принципе вас не спасет, потому что после того, как ты потеешь в баталиях, в общем, все это будет загрязняться, и за мышкой надо будет следить. Корпус здесь выполнен из пластика, матовый пластик, не марки, что отдельный плюс. Кнопки здесь отдельные части корпуса, помимо левой-правой кнопки, которая тут стоит, есть еще колесико, которое надежно зафиксировано, и кнопка переключения DPI. Все это в принципе стандартно, и перекачивало с первого по вот последней, уже третью ревизию второго Gladius. Клик идет по всей длине клавиши, клик довольно-таки четкий, ну, стандартный синий Amron, что приятно. Плюс боковые кнопки находятся под большим пальцем довольно-таки удобно. Они выпирают сильно, между ними нету небольшого промежутка, поэтому они как бы различимы, но все-таки случайно нажать не ту можно, но при этом места под большой пальцем под ними довольно-таки много, и проблем с их случайным нажатием, если ты не нажимаешь на одну из них, минимально. Если кнопки у нас как боковые, так и левое-правое нажимаются отлично, без всяких проблем, они четкие, не хлипкие, ну, прям хорошая от них отдача, то с колесиком все немножко иначе. Колесико стало более глухое по нажатию, более короткий ход у него, и сама по себе прокрутка стала более легкой, ход-стопы и присутствуют. Раньше было нажатие жестче и крутилось колесико немного иначе. Плюс еще стоит отметить, что в колесике есть этот рисунок Maya, и рисунок Maya, да, будет забиваться так же, как и боковины. Мышка еще универсальна своей формой. Да, она под правшу заточена, но при этом все трехвата на ней смотрятся хорошо. При весе в 130 грамм, это, конечно, довольно-таки большая цифра, но для дома, скажем, поиграться, и если у вас большая рука, то будет прям хорошо. Для меня полукогтистый хват зашел идеально, в Ассасина поиграл, и даже поиграл лучше, чем с беспроводным Logitech, что для меня было удивительно, потому что до этого на Галадеусе втором я как бы не так хорошо играл, и 305-й сейчас для меня выглядит менее интересно, потому что 305-й хоть и меньше визуально, но все-таки он среднячок, а не мини-маус. А это уже такая большенькая мышка, и в идеале она подойдет хорошо как раз-таки большеруким ребятам. И еще, что здесь примечательно, то что тефлоновые вставочки, хоть их всего и четыре, но они так бешено скользят, что ни Corsair, который сейчас у меня на тесте, ни Logitech такой скользоты просто не показывают. И это немножко нивелирует то, какой вес у грызуна. Еще особенность важная грызуна, то что его можно разобрать и поменять свечи. Да, это прикольно, это удобно, и это проще в замене свеча, если он немножко сказал пока. Хотя дабл-клики встречаются на обронах редко, и на каилах они редко встречаются, но больше это подойдет тем, кто хочет немного другое нажатие, поменять голубые на серые, и в общем варьировать разным нажатием. Даже можно поставить один такой, другой такой, и все это будет, ну, прикольно, удобно и интересно. Мышка заряжается от USB, кабель отсоединяется, и она также может быть привязана на поводок к USB. Провод у провод длинный, в тканевой оплетке, ну, и его неправильно не вставить, благодаря защите от дурака. Сенсор тут не срывает. Pixart 3389, топовый на 16000 DPI, и в этом отношении они, наконец, сделали по максимуму. У предыдущих Gladius, во-вторых, было всего 12000 DPI, и они были чуть-чуть хуже в технологическом плане, а это уже, наконец, топовая, максимально интересная мышь. Стоимость данного грызуна 8000 рублей. У него минимум подсветки, он довольно-таки аутентичен, подсвечивается лорока логотип и колесико. В нем есть куча профилей, которые можно настроить через фирменное ПО, и он может работать в двух режимах. Один из них является радиочастотным, работает только от USB адаптера. Второй же Bluetooth, можно подключить к ноутбуку, не используя USB адаптер, что очень удобно. Аккумулятор на 800 мА позволяет мышке со всеми технологиями энергосберегает. Переходы мышки в сон можно сделать так, что мышь будет практически 20-30 дней работать на одном заряде, что очень удобно. А из спящего режима мышка выходит моментально, и это прям особый бонус. Плюс еще в фирменном ПО можно отстроить практически все параметры касательно чувствительности, частоты опроса и прочих очень нужных вещей для уже более детальной настройки во время игрового процесса и работы. Я же мышкой насладился два дня за два дня, она мне дала покайфовать, поиграть. Она интересный представитель именно беспроводных мышей. Она мне больше понравилась, чем проводной Gladius. Хотя форма по сути дела не изменилась, и все осталось то же самое. И все дело, я думаю, именно во внутренней конструкции, до которой можно добраться, открутив 4 винта, убрав резиночки снизу. Конструкция здесь стала такой, что если у предыдущего Gladius центр тяжести был полностью внизу, и она стояла совсем по-другому на коврике, то здесь центр тяжести уже распределен не так. Он где-то посередине грызуна находится и смещен дальше от горба к хвосту, но при этом не полностью на хвосте он висит. И здесь совсем другой держак, который сильно-сильно отличает от проводного Gladius эту мышку. И на самом деле она понравилась больше, чем предыдущие версии на проводе. И благодаря вот именно этим особенностям она стала более универсальная. И поскольку есть даже розовая вариация беспроводного Gladius, насколько я знаю, так что я думаю, девочкам она тоже подойдет. Поскольку в ней сочетается и элегантность, и универсальность, и, ну вот, в общем, дополнительные функции типа сменных свечей, разборность, все-все-все. Все это делает ее стоимость в 8 тысяч рублей. И если сравнивать с другими беспроводными грызунами, то, в принципе, ценник адекватный за качество, за подход, ну и еще за бренд. Так что не только фанатам посвящается, что прям очень хорошо и достойно. И с этим, в принципе, все. С вас большой палец вверх, колокольчик, подписка на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok